Информационный шум – это не так уж плохо, смотря какой он, конечно, естественно. Как Борис Березовский говорил, любое упоминание хорошо, кроме некролога. Но это циничный взгляд на вещи. Мне кажется, что на самом деле людям, которым нечего стыдиться особенно, и нечего особенно бояться, и нечего думать об этом информационном шуме, это, наверное, те, у которых есть двойная жизнь. То есть люди, которые, собственно говоря, представляют чужому вниманию причесанную реальность. В этом смысле, кстати говоря, есть такая теория, что люди в прошлом, в далеком прошлом, обладали телепатией, то есть могли читать мысли друг к другу на расстоянии. Просто зависело от силы интеллекта. Кто-то мог другого прочитать, кто-то не мог. И люди постепенно, когда им не нравилось, что как бы лезут к ним в мозги, и, соответственно, в их реальность, они стали эту способность себе подавлять. Подавлять, подавлять и потеряли эту способность. Но поскольку все равно хотелось, так сказать, на расстоянии общаться и передавать мысли, придумали интернет. Но интернет – это причесанная реальность. То есть, ведь люди всегда… Вообще, самый реальный человек, когда он встал утром, не умывшись, посмотрел на себя в зеркало. Особенно женщины. А потом помадка, а потом тушка, одежка, маникюрчик. И вот уже другая совершенно реальность, понимаете. Поэтому, естественно, хочется выглядеть, наверное, лучше, соответственно, чем обычно. Вообще, как бы самый реальный человек – это тот человек, когда его никто не видит. И вот что он делает, и как он ведет себя дома, ходит в трусах, босиком, там, я не знаю, кашляет, сморкается. Вот это реальный человек. И, конечно, эту реальность хотелось бы защитить просто из исключительно эстетических соображений. Но, тем не менее, мне кажется, что вообще надо стараться быть самим собой. Надо стараться быть самим собой. И это вообще большая привилегия – позволить себе быть самим собой во всех ситуациях. Не бояться переспрашивать, не бояться показать, что ты не знаешь, что ты глупый, что ты не в курсе, что ты не умеешь, что ты не понимаешь с первого раза. Вот я, например, ничего с первого раза не понимаю. Мне нужно несколько раз повторить, чтобы я понял.